Здравствуйте! В эфире ЮНЬЮС новости на телеканале ЮТВ. Для начала коротко о главных событиях в стране и мире на сегодня. В ГИБДД задумались о повышении штрафа за непристегнутый ремень. В Госавтоинспекции задумались о повышении штрафа за непристегнутый ремень. Как сказано на сайте ведомства, в России слишком много водителей и пассажиров, которые безответственно относятся к своей безопасности. В ГИБДД привела данные соцопроса, согласно которым 33% водителей вообще не просят пассажиров пристегнуться, либо делают это время от времени. Еще 29% автомобилистов напоминает о ремне только пассажирам на передних сидениях. В полиции привели в пример другие страны, где штрафы за непристегнутый ремень намного выше. Например, в Черногории они достигают 100 евро, в Германии – 30 евро. В то же время на сайте ничего не говорится о том, что ГИБДД будет повышать ответственность россиян с помощью штрафов. В Центральном банке не нашли причин для роста ставок по кредитам. Потенциал роста ставок по кредитам в России исчерпан. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Он добавил, что инфляция в стране, которая сейчас находится выше отметки в 7%, в годовом исчислении уже в втором квартале сможет вернуться в район 5-6%. Высокие ставки по кредитам в российской экономике неоднократно ставились в упрек Центробанку. Так, Минэкономразвитие считает, что в современной ставке гасит инвестиционную активность в стране. На всемирном экономическом форуме в Давосе с резкой критикой действий Центрального банка выступил Олег Дерипаско, один из самых богатых людей в стране. Он, в частности, заметил, что ставки не могут снизиться в том числе из-за ограниченного количества денег, предоставляемых Центральным банком. Монетарная власть имеет возможность управлять ставками по кредитам, снижая или повышая ставку рефинансирования. В России она в последнее время составляет 8,25%. В середине января Алексей Уликаев заявил, что снижение ставки рефинансирования не приведет к росту ВВП, поскольку такой шаг только создаст в экономике новые дисбалансы. Ну что же, у меня на этом все. Теперь переходим к основным новостям региона на сегодня.